Севергазнефтепром и Севергеология сохранят объем участия в социально-экономическом развитии Ненецкого округа. Накануне глава региона и гендиректор компании подписали допсоглашение о сотрудничестве. Почти на 900 рублей больше. В Ненецком округе прожиточный минимум пенсионеров увеличит на 5%. Повышение социального показателя обсудили депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Состояние проблемы и перспективы развития ТОСов. Эти вопросы обсуждали окружные парламентарии совместно с депутатами Архангельского областного собрания, а также представители территориальных общественных самоуправлений соседней области Ненецкого округа. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нижалова. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин и гендиректор компании Севергазнефтепром и Севергеология Ренат Габидуллин подписали дополнительные соглашения на 2017 год к договорам о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и недропользователями. Нефтегазовые компании перечисляют в бюджет округа средства на социально-экономическое развитие региона. Сумма сохранена на уровне прошлого года. В целом соглашение о сотрудничестве содержит условия партнерства с компаниями в области развития ресурсного потенциала добычи углеводородов, природоохранной деятельности, приоритетного трудоустройства жителей Ненецкого округа в сфере недропользования, развития инвестиционных проектов, социально-экономического развития, информатизации, здравоохранения и безопасности. Компания Севергазнефтепром и Севергеология зарегистрированы в Ненецком округе и в совокупности владеют четырьмя лицензиями на право пользования недрами, расположенными на территории региона. Кроме того, все подрядные организации этих компаний также зарегистрированы на территории округа. Их налоги пополняют бюджет региона. Прожиточный минимум пенсионеров будет увеличен до 17 тысяч 956 рублей. Повышение социального показателя обсудили на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Администрация региона предлагает повысить его на 5,1% к 2018 году. Ежегодно прожиточный минимум пересчитывают на основании стоимости потребительской корзины. Минтруд составил единую методику расчета для всех регионов. Ранее каждый субъект исчислял размер показателя самостоятельно. В соответствии с действующим законом 244 ОЗ, на 2017 год размер величины прожиточного минимума пенсионеров установлено 17 тысяч 92 рубля. Проектом закона на 2018 год предлагается установить размер прожиточного минимума в размере 17 тысяч 956 рублей. Рост составляет 5,1% к 2017 году. Величину прожиточного минимума для пенсионеров определяют для установления социальной доплаты к пенсии. В Ненецком округе жители старшего поколения, чье пенсионное обеспечение вместе с региональной доплатой в 2708 или 3100 рублей ниже установленного минимума, получают ежемесячную доплату из окружной казны до уровня прожиточного минимума. По информации отделения социальной защиты населения НАУ, таких граждан 1239 человек или 9,5% от общего количества пенсионеров, проживающих в регионе. Какова формула успеха движения ТОС и как привлечь граждан к территориальному общественному самоуправлению? Об этом и не только сегодня говорили на расширенном заседании постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. К диалогу региональные парламентарии пригласили своих коллег из Архангельского областного собрания, представителей законодательной власти Поморья, а также ярких представителей территориальных общественных самоуправлений соседней области Ненецкого округа. Все вместе обсудили состояние, проблемы и перспективы развития ТОСов на обеих территориях. За 10 лет количество ТОСов в Архангельской области увеличилось в 20 раз. Таким образом, сегодня в Поморье действует 1029 территориальных общественных самоуправлений, 973 в сельских поселениях и 56 в городских округах. Начинать строить такой институт было непросто, говорят законодатели Архангельской области. Я, может быть, был свидетелем, когда зарождался этот институт для депутатов областного собрания. Во многом было непонятно, все так это сомневались, стоит ли предусматривать в бюджете деньги на этот институт. А сегодня, когда я представляю в областном собрании Пенежские или Шуконские районы, это северо-восток Архангельской области, и когда мы приезжаем в маленькую деревушку, маленькое поселение, из зала звучит вот это слово ТОС. Опыт соседей в деле развития гражданской инициативы богатый и интересный. Начав однажды с ноля, сегодня власти Поморья активно поддерживают архангелогородцев, которые собственными силами улучшают качество жизни людей на своей территории. Успешность Архангельских ТОСов заключается или состоит из двух компонентов. Это, прежде всего, инициатива наших граждан на местах, у нас особенно сельские ТОСы, и поддержка государственная и муниципальная. И вот из этих двух компонентов только можно сделать такую прекрасную систему, которая работает у нас в Архангельской области. Один из самых ярких примеров ТОСовского движения в Архангельской области – территориальное общественное движение «Заозерье» и его бессменный председатель Татьяна Каратаева. 15 лет назад вместе с односельчанами, благодаря лишь собственной инициативе и огромному желанию жить на малой родине, они не дали исчезнуть своей маленькой деревушке. Ситуация типичная для большинства маленьких населенных пунктов 90-х годов. Отделение совхоза прекратило свое существование в силу своей нерентабельности. Безработица, отток населения и, как следствие, закрытие медпункта, малокомплектной школы и сельского клуба. Что делать не знал даже глава муниципального образования. И тогда инициативу взяли в свои руки сами жители. Поселение смогло выжить в новых экономических условиях. «Населенный пункт сегодня, численность его уже приближается к тому, что было в 90-е годы. Рождаются дети, строятся новые дома. Но самый первый проект, в который никто не верил, это был Дом надежды. Мы перевезли пустующее здание из соседнего села и открыли дом-интернат для престарелых и инвалидов. И уникально то, что этот проект, он потянул множество других проектов. Понадобилась начальная школа. На сегодня работает дошкольная группа, кратковременное пребывание. Индивидуальный предприниматель построил магазин, его открыл». И это лишь малая часть того, что было сделано ТОСом за 10 лет. Подобных примеров в Архангельской области не перечесть. Территориальное общественное самоуправление в первую очередь решает проблемы благоустройства своих территорий, строят детские и спортивные площадки, ремонтируют дороги и тротуары, решают проблемы ЖКХ, оказывают социальную помощь нуждающимся, организуют досуг молодежи и пенсионеров. Направление деятельности ТОСов – все, что волнует граждан. «Как бы мы ни старались пока, мы находимся только в начале этого пути. И вот их несомненные успехи, которые были отмечены даже на всероссийском уровне, способствуют нашим контактам и, я думаю, и нашему росту в этом направлении, в направлении развития ТОСов как одной из форм активизации гражданского общества». «Вот то, что власть не увидела, допустим, небольшие и малые дела, о чем мы с вами часто говорим, вот здесь мы хотели бы, чтобы люди, инициативные люди, как раз обратили на это внимание и решали вопросы в ускоренном порядке, без лишних формальностей. То есть мы здесь на торги не выходим, понимаете, поэтому здесь личная ответственность и порядочность граждан, она, как сказать, она в первооснове. Поэтому мы здесь хотим задействовать как раз вот инициативу тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы сделать наши поселки, наш город лучше». Сегодня в Нинецком округе успешно действуют 9 ТОСов – 8 в Наринмаре и 1 в Хангурее. Граждане успешно реализуют собственные инициативы по вопросам местного значения, выигрывают на эти цели средства, участвуя в различных конкурсах грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. «В каждом населенном пункте может быть не по одному ТОСу, потому что есть у нас населенные пункты, которые большие, есть там определенные микрорайоны, поэтому в идеале в каждом населенном пункте как минимум по одному ТОСу должно быть. И через эти ТОСы более оперативно решаются все вопросы местного значения, которые волнуют население». В Нинцком округе создана правовая основа деятельности ТОСов. Есть окружной закон о государственной поддержке территориального общественного самоуправления, о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме конкурсов грантов и субсидий для НКО, в этом году впервые запущен проект по инициативному бюджетированию. А главное, в Нинцком округе есть большое число инициативных граждан, которые могут объединяться в ТОСы и делать свою жизнь и жизнь своих соседей лучше. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Металлолому здесь не место. Представители контролирующих органов и Департамента природных ресурсов провели совместный рейд, в ходе которого выясняли, сколько земельных территорий уже очищено от хлама. Популярные приложения мошенники стали активно использовать в своих интересах. Новому способу обмана посвящен один из материалов нашего выпуска. Очистка акватории реки Печора и ее береговой полосы продолжается. За ходом выполнения работ следят контролирующие органы и профильный окружной департамент. Сегодня они отправились в совместный рейд, чтобы на месте оценить ситуацию и наметить дальнейшие пути совместной работы. Который в контракте, он еще третий есть, но они его берут, вот он, это чисто дерево. А вот этот второй, смотрите, видите, его нет уже, его спилили у гаражей. Вот он. Ну да, его уже нету. Третий и второй – это порядковые номера, присвоенные брошенным и затопленным плавательным средством, а также остаткам металлолома, которые были обнаружены в прибрежной акватории реки Печора и на береговой полосе еще в прошлом году. Всего в списке значится 93 таких объекта. Все они внесены на специальную карту. В ходе рейда представители Департамента природных ресурсов и окружной прокуратуры внимательно изучают, какие объекты до сих пор не утилизированы, от каких не осталось и следа. Мы их разбили на три группы, да, и для каждого выработали механизм действия по ликвидации. Вот. В этом году у нас в рамках государственных контрактов компании «Инмед» и «КТА» ликвидируются 23 объекта, включенные в реестр наших брошенных судов и объектов лома металла. Работы по очистке акватории реки Печора начались в этом году. По словам Светланы Кустышевой, наибольший объем работы достался компании «Инмед». В рамках госконтракта подрядчик должен освободить береговую полосу и прибрежную акваторию озера Качгард от 20 заброшенных объектов. К работам компания приступила в июне этого года, а завершить их необходимо до 2 октября. Наибольшей обеспокоенностью контролирующих органов вызывают брошенные плавсредства, у которых есть собственники. К сожалению, они добровольно не хотят убирать и очищать территорию от своих брошенных плавсредств. Поэтому по требованию прокуратуры округа управлением имущественных и земельных отношений проводятся проверки в отношении этих собственников. Им выдаются предписания добровольно устранить нарушение, то есть очистить территорию. За невыполнение в установленные сроки предписания прокуратуры собственнику плавательного средства придется заплатить штраф, размер которого может достигать 50 тысяч рублей. Если и такая мера воздействия окажется бессильной, то владельцы судна обяжут убрать свое имущество уже в судебном порядке. На сегодняшний день только пять собственников добровольно вывезли свои плавсредства. Двое сделали это по решению суда. Сейчас управлением имущественных и земельных отношений по нашему требованию проводится 10 проверок в отношении собственников. Троим выдано уже предписание до 1 ноября убрать было в средства. Сегодняшним рейдом представители контролирующих органов остались вполне довольны. Признаются, по сравнению с 2016 годом акватория реки Печора и ее берега заметно преобразились. Уже более 10 земельных участков полностью очищено от хлама. И работа в этом направлении будет продолжена. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Мошенники придумали новый способ, как лишить человека денег. Схема довольно простая. Аферисты, выдавая себя за сотрудников банка, отправляют жертве сообщения на один из известных мессенджеров. Текст примерно следующий. Ваши карты неизвестные хотят оплатить покупку в интернете. Чтобы отменить перевод, позвоните по указанному номеру. На том конце провода работает хороший психолог. Он постепенно входит в доверие. И человек, ничего не подозревая, называет ему все данные карты. Как итог, деньги исчезают со счета. Жертвой такого обмана на днях стала жительница Наринмара. Пострадавшая согласилась на интервью. И рассказала нам подробности преступления, совершенного против нее. Стандартное сообщение от номера 900. Полицейские потом выяснят, что это не нули, а две буквы «О». Потерпевшая запомнит надолго. Псевдосотрудники банка написали, мол, ваши карты неизвестные хотят оплатить покупки в интернете. Но общую сумму 25 тысяч рублей. Чтобы отменить транзакцию, необходимо позвонить на указанный телефон. Трубку снял мужчина. Он представился специалистом отдела финансовой безопасности. Аферист попросил назвать номер карты. С этого все и началось. Пострадавшая была уверена, это не мошенник. Ведь человек, который с ней разговаривал, прекрасно владел банковской терминологией. Все манипуляции были продиктованы очень четко, очень профессионально. У меня не возникло ни доли сомнения, что со мной разговаривает не сотрудник банка. Все банковские термины он говорил очень отчетливо, уверенно. Злоумышленник действительно оказался хорошо подготовленным. После ряда манипуляций на телефон женщины пришло СМС с кодом. Его она сообщила аферисту. Мужчина обрадовал пострадавшую. Перевод отменен. Впрочем, через несколько минут с банковской карты пропали 13 тысяч рублей. Тогда-то обманута и поняла. Она стала жертвой мошенников. Женщина признается, с аферистами уже сталкивалась. Но в прошлый раз на поводу не пошла. Пришли СМС от 900, ну настоящие, что с моей карты пытаются снять от Сбербанка. И тогда я пресекла эту попытку снятия средств, заблокировав быстро свою карту. А вот сейчас вот как-то так. Мы позвонили по номеру телефона, который был указан в сообщении. Сработал автоответчик. Незнающему человеку сложно понять, что это всего лишь запись, сделанная преступниками. Если вам не поступало СМС от аферистов, с оператором связаться невозможно. Специалисты говорят, мошенники заранее все продумали. Ведь таким образом они себя застраховали. Здравствуйте. Вы позвонили в Сбербанк. Для звонков с мобильных телефонов по России вы можете воспользоваться бесплатным номером 900. Подобная история произошла с еще одним человеком. Он уже обратился в полицию. В общей сложности мошенники списали с карт пострадавших более 80 тысяч рублей. Злоумышленники в ходе беседы называли их контактные данные. То есть входили в доверие. После чего, не вызывая сомнений, потерпевшие сообщали им контактную информацию о своих банковских картах. После чего, значит, злоумышленники подключались в слугу мобильный банк и осуществляли списание денежных средств. Сотрудники Сбербанка тем временем официально заявили. Для информирования своих клиентов кредитная организация. Они используют Вайбер и другие социальные сети. Если вам пришло сообщение через ВКонтакте или Вайбер от имени банка с номера, который похож на номер 900, это уловки мошенников. И сколько бы полицейские не предупреждали население, жители региона продолжают попадаться на удочки аферистов. Хотя, казалось бы, самый простой способ избежать мошенников – это не отвечать на незнакомые номера и смс-сообщения. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.drksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.